Всем привет, дорогие зрители, а также подписчики моего канала, микрофона Богдан. И да, этот видос, я чисто для тех, кому интересно, кто заинтересован в том, что у меня за гараж. Я там увидел в комментариях, какой-то чувак написал, типа, сделай обзор на гараж, я такой думаю, действительно, почему бы и не показать вам, что у меня есть. Впрочем, для начала я хочу показать это с помощью контейнеров, показать всё из золотого. Насчёт устройств, у меня нету только пробития на молот и пробития на огнемёт. Эти устройства мне нафиг не нужны, типа, я вообще не горю желанием их выбивать. То есть, из золотых вот сколько красочек осталось, относительно немного. Теперь из фиолетовых. Из фиолетовых я все краски выбрал, у меня нету из фиолетовых красок никаких, из синих и вообще, вот, нету. Вы можете заинтересоваться, типа, неужели я купил все краски, на самом деле нет. Все краски из самых, там, бомжатских свечений, там, из синего, из белого свечения, все краски приобрёл давным-давно на скидках в 70%. У меня были кристаллы, да и сейчас, впрочем, копеечки есть, вот. Я приобрёл на скидках просто все краски, чтобы они мне не выпадали из синего свечения, потому что раньше из синего мог выпасть прем. Я такой думаю, зачем мне краска, если мне прем нужнее, там, 25 тысяч, а это окупится, там. Главное, чтобы прем выпадал. Вот. Ну, я думаю, вы поняли, что у меня есть все иммунитеты, все полностью, на все корпуса, все иммунитеты есть. По корпусам у меня Крусейдер на 16 шагов, Хантер на 18. Впрочем, можно, да, вот так вот сделать, чисто поставить. Не на скидках, да, мне не жалко, впрочем, скидки скоро я вот это вот, кстати, потом поставлю, пофиг, пусть потом будет. Потому что не так часто уж я играю на этих корпусах. Все у меня тут есть на корпуса и так далее. Насчёт дронов. Кризис, вот, на 14-й шаг идёт. Кризис я заполучил из танкофонда, на танкофонд я накопил без доната, я выгру не доначу уже очень долгое время. Максимальная сумма, которая была закинута, это если все суммы, все суммы, все донаты вместе сложить, это, ну, потолок это там 1500 гривен. Это потолок потолка, который вообще пробить уже невозможно. Этот аккаунт донатил очень мало. Определённую схему я использовал. Донатил только на боевые пропуска. Два раза донатил на ежедневные танкоины. Два раза этот аккаунт на ежедневные танкоины донатил. Вот, вроде бы, или, по моей памяти вообще один, типа, разный. Я такой, ладно, вроде два донатил, я уже точно не помню. Так что вы должны понять, что, типа, сумма вообще мега маленькая. Совсем на этот аккаунт уже полтора года не вкладывал бабки. То есть, на этот аккаунт, этому аккаунту очень много уже, ну, как очень много, больше, наверное, больше шести лет, наверное, этому аккаунту. Но активно я прям начал играть два года назад. Вот. Так, гиперион 7 шагов, лавкач, бустер, защитник, максималочка, кемпер 18, диверсант 17, механик 15, спасатель 11. Ну, вы сами всё видите, если что, нажмёте на паузу. Брут фуловый, естественно, вдруг нары не будет, брута юзаем и играем дальше. По пушкам, чё интересное. Ну, по пушкам, вы, думаю, уже поняли. Вот. Там есть всё-таки устройство, там вот, допустим, на гром. Так, прости. Я делаю обзор, потом, потом как-то ещё поиграем. Вот. На шафт вроде бы все устройства есть. Лечение недавно выпало. Не знаю, тестить не очень хочется. Так, на скорпиончик у меня нету заморозки. Блин, даём я, ну, типную. Ну, реально, записываю видос, если смотришь, извини. Так, ладно. Давайте дальше. Гром. У меня на гром нету сверхскоростных снарядов. Там поджога на гром. Ну, вы сами видите. Просто я помню, что на гром у меня не все есть устройства. На страйкер вроде бы тоже все присутствуют. На рикошет тоже не все. Там поджога какого-то нету ещё. На смоку все устройства. На твинс вроде бы все уже. А, нету этих сверхскоростного твинса. Забыл, как он называется. На молот только прибития нету. Впрочем, самое крутое устройство на молот это адаптивная перезарядка. Лучше у него просто нету. На теслу тоже все устройства вроде бы имеются. Вот. Потом дальше смотрим. На изиду тоже тут всё есть. Как бы, ну, сами понимаете. Потом идём к защите. Броненосец недавно вкачался на максимальный шаг. Броненосец мне выпал. Ребят, не донатил вообще на контейнеры никогда. Просто двоевыми пропусками прокачивался. Это всё можно увидеть у меня на канале. Если пролистать далеко-далеко вниз, вы там увидите мои первые там видео по танкам онлайн. И по моей гэске можно понять, что у меня нихера нету. То есть я просто там, типа, тока на челленджи. Я просто себе помню, донатил на челленджи. Было очень дёшево. Рассказываю схему. Я просто, я из Украины. Я, типа, как бы в магазине перепикивал, что я, типа, будто бы из России. И донатил, короче, чтобы вы понимали. На 400 танкойнов, просто 100 танкойнов я получал в челленджи. И получается, как раз в две недели я донатил 40 гривен на, ну, там, просто раз в две недели 40 гривен. Это было 400 танкойнов. Это 80 что-то там рублей там. Или сколько стоило раньше 400 танкойнов. Или меньше даже, там, 38, я не помню. Точные цифры, ну, короче. И под такой схемой я себе просто на челленджи донатил. И в один миг я просто такой думаю, Заначу, ну, на боевой, ой, на ежедневные танкойны. Один раз задонатил на ежедневные танкойны. И вроде бы два раза я донатил на ежедневные танкойны. Вроде бы, точно, не помню, ребят. Ну, на стальной памяти это один раз. За эти 5000 танкойнов я просто покупал себе челленджи. И потом приобрел себе этот, как он, как же она называется? Ё-моё, забыл уже. Не челлендж, блин, как же ж она называется? Когда вот недавно раздавали кризис за это. Уже забыл. Ладно, ребят, если вспомню, скажу. Короче, купил там хрень одну. Танкофонд, вот, вспомнил. Да, купил себе танкофонд. Выиграл в танкофонде, там, получил 7000 танкойнов. Опять на челленджи себе накидывал. И вот спустя через один танкофонд, и один пропустил, потому что не было у меня танкойнов вообще, типа, не было. Потому что я перестал донатить в танки абсолютно. Думаю, я своими силами прокачаюсь. Вот. И купил себе через один танкофонд еще один. Мне хватило не донать, а там, приобрести этот танкофонд. Потому что я и в челленджи, потом, как бы, танкойны имеют способность тратиться. Вот. И таким образом я прокачивал. Я вкратце вам рассказал, как это все делалось. Насчет этих резистов. Сами видите, от огнемета. Просто один из последних, который я купил. Это от огнемета, от Твинца. Приобрел от страйкера. Я не одним из последних, но просто что-то он мне не попадался. Я забывал его прокачивать. А так, если взять... Вот. Самые оптимальные резы это от... Погодите сейчас. От... Можно от шафта взять. От рикошета, от молота и броненосец. То у меня... Вот мы вот так вот открываем фулл ГС-ка, наконец-то. Впрочем, большинство резов прокачено. Насчет красок. Сами видите. Типа, у меня тут есть звезда за киберспорт. Я получил эту краску благодаря своей команде. Благодаря нашим усилиям. Мы попали в топ-8 и получили эту краску. Также за топ-8 мне дали 10 тысяч танкоинов. 11. Вроде бы, да, там 11 тысяч танкоинов. И также я, как говорил, в последнем танкофонде я участвовал. Я еще выиграл 8 тысяч танкоинов. То есть у меня было 18 тысяч танкоинов на аккаунте. Я до сих пор их не потратил. До сих пор я только челленджи покупаю. Потому что не на что их тратить. Просто выгоды никакой нет в этом. Насчет красочки сказал. Вот красочка за мою команду. Она называется АТБ. Моя команда, в которой я играл. Сейчас по сути то же самое АТБ. Только Battle Access называется. Это уже в другую степь я пошел. Так, ну сами видите. Тут я за ютуберов выбрал краску. Победил. Дали мне ультраконтейнеры. За игроков взял. Игроки против разработчиков. Дали мне контейнеры тоже. Что-то тут за джампера выбрал тоже. Контейнеры дали. По краскам. Ну сами видите. Вот 43 обычных. 43. 45 футбольных. Футбольные я тоже покупал краски. Там скидки были 70%. Я по 3 танкойна. Не каждая стоила. За 3 танкойна все приобрел себе. Такие все есть. Такие тоже все есть. Анимированных 77 из 130. То есть уже больше половины. Сами понимаете. Много. Играю на данный момент только в звезде. Потому что крутая краска. Вот. Вот мои особые краски. Которые мне больше всего нравятся. В которых я могу там иногда поигрывать. Припасы. Мне пишут часто на стриме. Мне пишут иногда в комментариях. Что за херня. У тебя легенда 93. Бомж. Нету нары. Объясняю. Я не доначу в игру. Нара тратится. Контейнеры открываются. Но нары все равно. Ну. Много. Не бывает. Она типа. Было там по. 15 тысяч. Она вот. 15 тысяч. Уже. Как вы видите. Иссякли. Батареек тоже было. Что-то там. Около 8. Вот уже 4000. Осталось. Вот. С последних 50% скидок. Если что. То есть. Вот вы видите. Припасы у меня немного. Хоть и легенда 93. На самом деле. Да. Но. Богданчик не донатит. У Богданчика просто нету. Кристаллов. На то. Чтобы приобретать эту нарку. Когда. Когда нары будет у меня нормально. Когда я. Уже докачаю. Те вонючие резисты. Вот. И когда. Вот. Докачаю. Те корпуса. Тогда все. Я кристаллы там. На нару. Буду там. Сливать. На. То. Чтобы кризис прокачать. Гипериончик. Это все. Тут еще дроны. У меня остались. Без доната. Как бы. Не то. Чтобы сложно прокачиваться. Просто. Ну. У тебя не так уж и много. Этой нары. Понятное дело. Может быть. Потому что. Не донатишь. Впрочем. Это все. Что я сказал. Челлендж я прошел. Заданки сейчас буду выполнять. Возможно. Запишу для вас. Еще один видосик. Потом выложу. На данный момент. У нас. 26 число. Вот. На 26 число. У меня. Такой гараж. Кому было интересно. Ребят. Все. Я для вас. Рассказал. И показал. Всем спасибо. За просмотр. И. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok